Здравствуйте. Решила я отреагировать на одну проповедь. Богу угодно, чтобы мы общались, но с кем не общаться, если меня не распространяет и меня не слушает. Так и живем. Послушала я одного проповедника Дмитрия Лео. И он, аллилуйя, получил откровение, как мы будем жить в последние дни. Как мы будем жить в последние дни. Последние дни. Ну понятно, что христианин несовременный. Я называюсь современными христианами только тех, кто верит в реинкарнацию. Несовременный христианин, который думает последний день эта земля исчезнет и куда-то вознесутся все. Вот он утешает народ Божий. Что же они будут делать в последние дни? Якобы он молился и Бог ему открыл 4 царство, 4 главу. И он по ней начинает расслабить. Ну а там рассказывается, как одна женщина похоронила мужа пророка. Вот осталась вдова с долгами. Вопрос, почему у пророка долги? Неужели Бог его не обеспечивал? Так мы живем. Вот. И якобы сейчас пришел взаимодавец и требует у пророка, чтобы он... Здравствуйте. Опять начинается. Ну что вы? Оставьте меня в покое. Я говорю Слово Божие. Опять темнеет экран. Кто-то подключился и хочет прервать мою трансляцию. Да. Но Бог святой, да. Бог святой и он дает свое слово. Он не допускает у меня испытаний сверх силы. Так вот, я хочу сказать дальше. Продолжим. Значит, проповедники Слова Божьего вот так вот учат людей. Понимаешь, что вот. То есть он не замечает греха. Якобы пророк боялся Бога. У него долги, двое детей. И сейчас вот пришел взаимодавец. Умер муж. Отдавай долги. И требует, чтобы дети пошли работать. Жена плачет. Говорит, мой муж боялся Бога. В общем, и пророк Елисей сотворил чудо. Запомните, у Бога чудес уже не будет. Не то время. Надо справедливость строить. Не будет халявщиков. Понимаете? У Бога нет такого желания, чтобы были халявщики. У него нет такого желания. Чтобы все должны трудиться. Понимаете? Вот. И этот проповедник, он якобы учит свой народ, который его слушает, что вот таким образом Бог будет благословлять людей в последний день. То есть, я так понимаю, они из-за того, что боятся делать прививки, они остаются без работы, потому что их же будут увольнять. И вот он рассказывает им, как они будут выживать. Что Бог будет приходить ко всем, я так понимаю, кто откажется работать. Будет приходить им умножать масло. Там рассказывается, как у него остался какой-то сосуд с маслом. И Бог его умножил. Она пошла продала и раздала долги. Вот таким образом. Но это только, извините, это уже тяжелый случай, когда долги. Это тогда чудо не было Бога. Ну а дальше? Что дальше? И всё. Становилась в себе воду и говорит, это мне Бог так открыл, как у нас Бог будет благословлять. Там начинают рассуждать, анализировать какими-то такими терминами. В общем, понимаете? Как интересно. Ну день последний – это последнее воплощение, это реинкарнация. Это день вечный ещё называется в Библии. Понимаете? День последний – это день вечный, понимаете? И не все мы умрём, а все изменимся. Вот о чём Бог говорит. И сегодня я хочу сказать, что там уже есть в этой главе продолжение. Если Бог открыл всю четвёртую главу, так извини ты её, дочитай до конца. А дальше о чём говорится? А там дальше говорится о богатой женщине, которая была бесплодна. Вот последний день, вот признаки последнего дня. Слава Богу, что Бог говорит этим пророкам, этим проповедникам. Он говорит, ну нужно до конца доходить. Ну я не осуждаю, конечно. Бог тоже кое-что не даёт. Да. Ну что дальше говорит Господь? А дальше Он показывает об этом женщину, которая была бесплодна. И якобы Бог сотворил чудо. Она родила ребёнка. А ребёнок дальше умирает. Понимаете? Я тоже об этом говорю. Вот недавно вспомнила Елена Уид, пророчица адвентистская, которая сейчас осуждает, что якобы она отдала своего ребёнка куда-то, потому что это она была плохая мать. А на самом деле нет, это пророк, которому Бог через всю её жизнь покажет в завершение времён, конец жизни. Понимаете? Когда дети уже рождаться не будут. Вот какой конец приходит. Вот о чём Бог кричит. И надо читать до конца главу. Когда тебе Бог открывает всю главу, то надо читать до конца главу. Он же не сказал тебе прочитай первые пятнадцать стихов. Он сказал четвёртая глава вся. То есть была бедная женщина, которая похоронила мужа. Ну всякое бывает в жизни, правильно? Ей нужно помочь. О, ножи падают, кто-то спешит. В общем, ей же нужно помочь, правильно? Вот по-моему, может кто? Богатый. Вот рядом находится женщина, которая богатая женщина. Она может помочь? Понимаете? Можно простить долг, если человек нуждается? Можно. Правильно? Нужно. И что дальше происходит? А дальше происходит интересная вещь. Ребёнок рождается и умирает. Выбирайте, люди. Вам нравится повозиться с ребёнком? Выбирайте. Вы будете рожать. Но ребёнок умрёт. Дальше происходит чудо. Он воскрешает. Но у Бога в последний день чудес не будет. Не будет умножения. Не будет вот этих вот благотворительности, которые Бог создавал, когда кормил пять тысяч или четыре тысячи человек за один раз. Умножение их любым. Не будет этого. Он строит социальную справедливость. Мы должны заботиться о людях. Почему он создал церковь? Потому что мир не спасает, мир не заботится. Служители, священники для этого Богом и помазаны, призваны, чтобы распределять какие-то блага. Не себя кормить и насыщать всеми развлечениями, а чтобы справедливость была церкви. Это нужно видеть. Я уже говорила, что женщина ходит в церковь, но она бедная, она без работы стала, она нуждается, она плакала, когда ей дала деньги. Она плакала. Хотя она ходит в церковь. А что церковь делает в её жизни? Ничего. Она ничего не делает в её жизни. Потому что этот человек плачет. Потому что ей есть нечего, понимаете? Церковь ничего не делает. Потому что на то она и церковь признана Богом, чтобы распределять благо, чтобы хоть какая-то была справедливость в этой нищей жизни. Да, правда, нету. К власти дорываются бесноватые, которые бесконтролируют конкретно во всех вопросах. Понимаете? И не дорываются до власти, а так интересно обрабатывают публику, что они за него голосуют. Да. Ну, а кроме этого, нас грабят и зарубежные страны, правильно? Правильно, правильно, да. Мы слышали разговоры Порошенко, да, с Байденом. Сыночка его. Украина должна была дань платить. Подняли цены, да, на коммунальные. Слышали? Что делается в этом злом мире? Когда нам это все должно быть бесплатно в недрах земли. Умирает ребенок. У богатой женщины умирает. Да, его воскрешает, но это чудо, которое не совершается в последние дни. Это признаки последнего времени. И дальше что идет? Я уже забыла, чем заканчивается четвертая глава. Потому что если я не прочитаю до конца четвертой главы, то я тоже буду перед богом беспредельничать. Да, вот. И сказал он Геезию, опоясь чесла твои и возьми жезл мою в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему и положи посох мой на лице ребенка. И сказал ломать ребенка. Жив Господь и жива душа твоя. Не отстану от тебя. И он встан и пошел за ней. Геезий пошел впереди их. И положил жезл на лице ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел на встречу ему и донес ему и сказал. Не пробуждается ребенок. Аминь. Не аминь. Нехорошо. Но не пробуждается ребенок. А вот. Дальше. Ну, сейчас подождите. Я немножко потеряла. Не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом. И вот ребенок умнейший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой. И помолился Господа. И поднялся, и лег над ребенком. И приложил свои уста к его устам. И свои глаза к его глазам. И свои ладони к его ладоням. И просерся на нем. И согрелась. тела ребенка. И встал. И прошел по горнице взад и вперед. Потом опять поднялся. И просерся над ним. И чихнул ребенок раз в семь. И открыл ребенок глаза свои. И позвал он Геезий. И сказал. Позови эту сыну Митянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему. И он сказал. Возьми сына твоего. И Елисей воскресил. Но другой пророк не смог воскресить. Но я вам говорю, что Бог предупреждал, что чудес не будет. И детей точно не будет ему сказать Богу. И подошла. И упала ему в ноги. И поклонилась до земли. И взяла. Сына своего пошла. Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той. И сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему. Поставь большой котел. И свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи. И нашел дикое вьющееся растение. Набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел. И накрошил их котел с похлебкой. Так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то поднялся крик. И говорили. Смерть в котле. Человек Божий. И не могли есть. О чем Бог нам хочет сказать. И сказал он. Пойдите. Подайте муки. И всыпал ее в котел. И сказал Гнезию. Наливай людям. Пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто. И звал. Шалиши. И принес человеку Божий хлебный начаток. 20 чменных хлебцов. И сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей. Отдай людям. Пусть едят. И сказал слуга его. Что тут я дам ста человекам? И сказал он. Отдай людям. Пусть едят. И вот так говорит Господь. Насытится и останется. Он подал им. И они насытились. И еще осталось по слову Господня. Вот таким образом. Изучая вот это Писание. Иисус когда-то научился творить чудо умножения хлеба. И рыб вспомнить. Вот так по Ветхому Завету Иисус сделал это чудо. Потому что вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Как вы думаете? Будет Бог являть такие чудеса? Или Он строит социальное царство? Небесное царство. Где каждый будет заботиться друг о друге. Где не будет отвращаться от нуждающихся. Если вы видите у соседей, что у вас беда, у соседки, как она мне рассказывала, это твоя знакомая, что соседи издеваются над ним, то нужно помочь, а не издеваться. Только таким образом можно строить царство. Но с другой стороны, не забывайте, что Богу не угодно вот это вот попрошайничество. Богу не угодно, чтобы люди жили в долгах. Поэтому нужно рассуждать, как жить, где работать, как экономить, не тратить деньги, а рассчитывать свои финансы, чтобы не унижаться тем, чтобы просить. Хотя написано просите и получите. Но я учу людей не просить, а жить по своему достатку. Потому что если ты просишь, а у человека нужда, как у меня случилось. Я последняя отдала. Я последняя отдала. Она сейчас не отдает. Она решила, что если я отдала, так это потому что я богатая. На самом деле я думала, что она не врет, что она отдаст. И так люди делают. Так что правильно, давать надо столько, сколько не боишься потерять. Поэтому в последнее время сейчас люди рассуждайте. Рассуждайте. Будьте благосоверны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.